В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Эту программу начну с приятного. Диплом и премия первой степени член Союза журналистов России «Золотое пиро губерния» 2007 года совмещает работу в газете и на телевидении. Удачный старт 2015 года для программы «При своем мнении» и для меня, как для ее автора. Первая премия в номинации «Реформа ЖКХ благоустройства» областной журналистский конкурс на призы губернатора в третий раз подвел итоги. «Мои копилки» – это уже вторая победа сложной темы ЖКХ, на этот раз за лучшее освещение в печати. В минувшем году программа «При своем мнении» появилась газетная версия, она выходит каждый вторник в Самарской газете. Эксперимент удался, что вдвойне приятно, потому как в эфире и статьях старались рассказывать не столько о достижениях, сколько о проблемах, кое-ть мать мущие. Губернатор в этом смысле задал всем журналистам высокую планку. «Глубина, объективность, профессионализм – это исключительно важно сейчас и для вас, это важно для нас, это важно будет для всего нашего общества на всех этапах. Потому что нам предстоит, на самом деле, значительно прочнее встать самим на ноги, а мы на ноги значительно прочнее можем встать только в одном случае – если мы прежде всего будем профессиональными». Для многих людей, что оказались в бюрократическом, коммунальном тупике или, выражаясь языком официальным, в трудной жизненной ситуации, журналисты и впрямь сродни последней инстанции. Порой надежды эти не напрасны. Как пример, несколько историй. Два года с отоплением учились. Два года люди замерзали. Люди замерзали. После вашего звонка что-то додумали, что-то там подкрутили, что-то там сделали. Слава тебе, Господи. Уж что там коммунальщики МПО по ЖРТ подкрутили в теплоузле, ни я, ни жители спортивные один, не знаю. Да и это и не важно. Главный результат – в доме теперь тепло. Но огорчает другое – почему на сами работу ушло несколько дней, отбивались этого люди годами. Два года мы писали, говорили. Люди индивидуальные жалобы писали. Ни ответа, ни привета. Когда мы вам позвонили, вы переговорили с Таганом. После этого он прислал своих инженеров и техников. Те приехали потом из теплосетей. Вопросы решили. Но опять же, если бы вы ему не позвонили, мы два года бились, мы не добивались. Господин Таганов, глава МПО по ЖРТ и жители спортивные один – мои давнишние знакомые. Шефство над этой многоэтажкой я взяла еще в конце 2013 года. Тогда здесь был настоящий коммунальный ад. Бесконечные протечки, гнилые стояки и канализационные трубы. Ничего удивительного. Дому 43 года. А конструктивного диалога с коммунальной службой и в помине не было. Не только у жителей. Поначалу и журналистов в МПО по ЖРТ встретили неласково. А вы кто? Мы телеканал Самарегис. Я все понимаю, но ты как-то этот парень. Вы кто такой, чтобы снимать меня здесь? Есть закон о средстве массовой информации. Мы вынесли не в своем доме. Берите, пожалуйста, руку. Ты кто такой, чтобы меня снимать? Вы кто такой? Ваш мобильничный не к вам. Вы кто такой? Вы кто такой? Вы мне вот сюда и не заходите. Скажите, пожалуйста, вы кто такой? Если вы хотите поговорить, то вы решите. Вы кто такой, скажите, пожалуйста, какая мне разница? Я представитель следствия массовой информации. Вы кто? Я вас слушаю. Вы кто? Скажите мне, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста. Я, как я радуюсь. Прорваться сквозь кордон охранников и секретарей не удалось, но к чести начальника МПО по ЖРТ Сергея Таганова, он тогда оказался куда более адекватней и дипломатичней своих подчиненных. В твоем отсутствии что-то там кто-то себе позволил. Ну, не тактично, очень даже не тактично. Ну, может быть, я, конечно, извиняюсь за своих сотрудников. Тогда же глава коммунальной конторы пообещал больше не ссориться с жителями «Спортивная-1». И впрямь на несколько месяцев здесь наступило перемирие. Капитальный ремонт завершился в срок. Поменяли канализацию, трубы горячего до снабжения. Не обошлось, конечно, без накладок, однако претензии устранили. Но запала сотрудников МПО по ЖРТ, увы, хватило ненадолго. Вот, например, начали хорошее дело – ремонт в подъезде. Установили входную дверь, теперь она не… Тепло. Во-первых, тепло. Во-вторых, жителям первого этажа она не хлопает, она на доводчике. И даже кое-где плитку положили, но до ума все так и не довели. Ремонт, который можно сделать от силы месяца за два, тянется уже второй год. После вашего звонка пошло движение немножечко по ремонту. Ну вот все в таком состоянии. Сделали, ну, процентов, наверное, на 50. Больше не сделали. Все. Сказали, что больше у них денег нет. Когда приходишь на встречу с Тагановым, он не отрицает, он все обещает. Но на этом все заканчивается. Да, 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 вот знаешь, вот на следующей неделе вы сейчас потерпите вот это все-все-все. И вот это терпите два года. Все сборим. Уважаемый Сергей Владимирович, ну не делай это, согласитесь. Я, конечно, не против позвонить вам лишний раз, но разве это грамотный подход к работе? Проблем в доме хватает, это вы и без меня знаете. И нижний розлив отопления надо менять, и электропроводку до ума доводить, в доме постоянные скачки напряжения. И с коммуникациями в подвалах, занятых рестораном жили-были, разобраться не помешало бы. Да и зачем лишний раз жителей злить? Ведь управляющим компаниям предстоит лицензирование, а такие скандалы вполне способны его осложнить. Не проще ли быть последовательным? Пообещал – сделай. А если нет возможности, выйти к людям и объясни. Но не всегда же им с вами через голубой экран общаться. Почему Путин выходит к народу, Меркушкин выходит к народу? Почему наш Таганов не придет и скажет, давайте соберем собрание, я хочу услышать пожелания жителей? Почему он не общается с народом? Если у нас не сложатся отношения, у нас есть и другие выходы, так сказать, жизни. Это и создание ТЦЖ, это и другие управляющие компании. Мы хотели бы наладить отношения с той управляющей компанией, которая уже обслуживает наш дом. Потому что действительно мы слесарем довольны, дворником довольны. Единственное, что нужно найти и жить, так сказать, в ладу и не противостоять лицензированию этой компании. Вы, наша последняя соломинка, за которой мы уцепились. Если еще вы нам не будете помогать, то я не знаю, это уже крик боли у всех. Другого нет. Мы вам верим. Мы вам верим и надеемся, что с вашей помощью нас услышит наша управляющая компания. Мы не против нее, мы не зла там ей желаем или чего-то. Мы хотим найти взаимопонимание с друг другом. И чем быстрее, тем лучше. Обидно, когда на отстаивание своих прав уходят десятилетия, как это случилось с еще одной героиней моей передачи, Надеждой Индеркиной. Я шла все время, как душа не лежала, как в чужое, вот идешь в помещение, а это уже я иду к себе домой. Прописанная уже здесь, я вам даже паспорт покажу. А еще полгода назад в этой трешке на проспекте Масленникова семья Индеркиных жила на птичьих правах. Правда, и выселить их было нельзя. Такой вот юридический парадокс, жертвы которого 11 лет жизни провели в судах. Дошли до Страсбурга. Вот они мои документы. Все, я уже даже их трогать не хочу. Даже дотрагиваться не хочу. Вот сейчас так про вас вот все. Пока этот кошмар неожиданно не обернулся счастливой развязкой. Когда зачитывала решение суда судья Орлова, я не выдержала и заплакала. Наконец-то моя семья не бомжи. Я честно не верила в это, что это будет. Я честно не верила. Я уже настолько отчаялась. Я не верила. Я думаю, что если бы не вы, я бы ничего не сделала. Я бы еще столько же ходила. Прописку получили только сейчас, а вселились в далеком 99-м году. 16-й военный завод, где 20 лет отработал супруг Надежды, предоставил квартиру. Но вскоре предприятие стало сбрасывать балласт в социальное жилье, передавая его муниципалитету. Причем о том, что в квартире на Масленниково проживают люди, от чего-то все забыли. Суд еще в 2003 году тогда обязал завод предоставить другие квадратные метры, а эти освободить. Но этому решению так и не суждено было исполниться. Завод несколько раз реорганизовывался, превратился в акционерное общество. Сейчас он называется 9-й центральный авторемонтный завод. И все это время игнорировал судебное решение. А приставы, судя по всему, не торопились его исполнять. Когда весной прошлого года я начала распутывать этот клубок, ничего утешительного люди в погонах мне сказать так и не смогли. Фактически признавшись, что не знают, как дальше быть. Юристы тоже разводили руками, говоря о правовом тупике. И все же выход удалось найти. Заместитель главы департамента управления имуществом Константин Елфимов, который по моей просьбе изучил документы, предложил тогда простое, но, как выяснилось, эффективное решение. Есть, на мой взгляд, возможность обратиться в суд об установлении права пользования на жилое помещение, которое они в настоящее время занимают. Они в свое время, вот сейчас они не платят коммунальные платежи, но в свое время они в кассу завод задавали. То есть они коммунальные услуги оплачивали. Поэтому не вижу тупика. Есть всегда выход из любой ситуации. Может быть, они передачу вашу посмотрят и сделают, как я советую. Так и случилось. Воспользовавшись этим советом, Надежда вновь обратилась в суд. И на этот раз не напрасно. Две комнаты из трех суд оставил за Индеркинами. 30 октября прошлого года Надежда, наконец, получила документы, за которые билось 11 лет. Вот, смотрите, наш договор социального майма. Я когда его получила, я прям вообще не поверила. Мы такое дело сделали, то есть вы. Ну, я вас поздравляю, потому что это большое дело, действительно, иметь крышу над головой в наше время, это... В центре Самары. В центре Самары, по сути, да. Да, в центре Самары, на проспекте Лени, Масленького нашего. Я очень вам благодарна. И администрации спасибо. Сказали, месяц будет договор, сделали за 2,5 недели. И Елфимову вообще отдельно спасибо. И все же у меня остаются два вопроса. И к приставам, почему они все это время бездействовали, и к заводу, который и вовсе вышел сухим из воды, переложив свои обязанности на департамент управления имуществом. Надеюсь, правовая оценка этому, мягко говоря, беспределу, будет дана. Для семьи же Надежды Индеркиной, наконец, обрезшей законную крышу над головой, эта история, к счастью, уже в прошлом. О просторном, уютном доме мечтают и в большой семье Кожаевых, где есть семи детей, пятеро приемные и все инвалиды. Когда в октябре прошлого года я впервые встретилась с ними за столом, где еле-еле все поместились, только и было разговоров, что о будущей стройке. Там спортзал просто был. Комучего? Комучего? Я и не буду. Еще много детей еще будет. А еще будет комната. Ну, будет свой раздел. Где можно побыть без мамы. И мамы без вас. Точно. Да, вот у мамы это больше мечта, чтобы где-то остаться одной иногда, хотя бы на какое-то время. Новый дом в мечтах, двухэтажный с мансардой. Там будет место и для отдыха, и для спортзала, который так необходим для детей с диагнозами ТЦП и спинномозговая грыжа. Понятно, что на пособие такой проект не потянешь, но нашлись люди неравнодушные. И вот в конце осени был сделан первый шаг, заложен фундамент проложенной коммуникации. Так как очень много мошенников, люди боятся, да, а когда люди видят конкретный проект, конкретную семью, вот, ну, точечную помощь как-то оказывать, видимо, у людей больше лежит душа. Сейчас я, когда обращаюсь к людям, я могу послать ссылку на вашу передачу. Получилось, как моя визитная карточка вашей передачи. Вы посмотрите, сколько у вас просмотров в вашей передаче. Да, конечно. Мы посылали, например, ссылку на видео в приемную нашего губернатора. Я не буду пока раскрывать секреты в плане имен, потому что сейчас пока на плане обсуждения. Но несколько есть вариантов, очень крупных спонсоров, с которыми я вот должна буквально вот на днях встретиться. Но это не единственная перемена в семье Кожаевых. Осенью в ней случилось пополнение. Раз, два, три. Сама начала и зарядку делать даже, просто под музыку и начинать зарядку. Вот видите, она уже сама ее делает. Ну, умница девочка, она очень изменилась. Она гулила, как восьмимесячный ребенок, так, мама-мама-мана-мана. Вот это вот, это была не речь, а именно вот как-то просто какие-то звуки нечленораздельные. Сейчас она уже четко говорит «мама». В принципе, я так думаю, что она уже сейчас понимает, что я мама. Массаж и материнская ласка, творя чудеса. Вот такой пятилетняя Аня была в Тверском детдоме, когда ее фото взорвали интернет-скелет, обтянутый кожей. На фоне стресса организм девочки отказывался принимать пищу, плюс ко всему еще и добавилась пневмония. Наталья говорит, решение она приняла мгновенно. Ну, я просто понимала, что этого ребенка может спасти только мама. Коечку ей купили детскую, но спит она со мной, потому что она столько лет всю жизнь просыпалась среди этих железных прутьев, да. Теперь она просыпается, и первым делом она видит, что рядом мама. Ребенок, который особенно сильно нуждался в материнском тепле, в любви, в заботе, потому что есть дети, которые, ну, они адаптируются без этого. А есть дети, которым вот Степа у нас такой, да, вот им жизненно необходим, они не развиваются в отсутствии мамы. Да, да, да. Мама, да, моя зайка, дай поцелую. Приемный первенец 7-летний Степа уже почти про костыли забыла, а еще год назад не расставался с инвалидной коляской. В учебе тоже делает успехи. Раньше не мог ни считать, ни даже цвета различать. В детдоме ему поставили диагноз умственная отсталость. Сейчас же вовсю рисует, учится писать первое слово «мама». Опа! Мама. Это ты сам записал. Сверху мам. Вот это я делаю. Это я делаю. Это я, а это мама делаю. И вовсю тараторит детские стихи. Ладушки, где были у бабушки? Ладушки, ладушки, где были у бабушки? Она сама играет, что вы ей. Эй! Вот. Читика, собаку, обезьянный попугай, вот, обезьянный попугай, вот, компания какая. У 11-летнего Андрея тоже прогресс. Он, наконец, научился читать. Пока старшие дети в школе, младшие охотно водятся с Аней. На них, на обоих, можно оставить ее какое-то время. Там, нельзя, отъехать в магазин таких сложных детей. И надо брать вы именно в большие семьи, потому что всегда есть, для нее есть внимание. Наталья признается, она бы хоть завтра привезла из интернатов еще детей. Но пока это невозможно. Каждый сантиметр их дома уже занят. У нас физически просто уже, вот, видите, к нам все приходят, опека и говорят, а как вы садитесь все вместе за один стол? Я говорю, ну, в принципе, еще пока умещаемся. У нас даже интересная такая проблема, у нас некуда складывать вещи. Это больше 30 вер... вот только курток в доме. Это же где-то все надо складировать. От дома мечты, где хватит места для всех, до реальности, семью Кожаевых отделяют несколько миллионов рублей. Для всех, кто может и готов помочь, Наталья открыла отдельный лицевой счет. Его можно найти на ее страницах в социальных сетях. На помощь родственников этим детям рассчитывать не приходится. Хотя после выхода передачи об Андрея и Лизе неожиданно вспомнили. Бабушка его видела эту передачу и прислала ему подарок к Новому году. Родная бабушка. Да, она видела эту передачу. А Лизу сегодня только мама ВКонтакте в друзья добавила. Вот так вот. Вот так вот. Дети их все равно хотят, да, вот как бы там ни было, да, и хотя у Лизы обиды есть, и все есть. Вот, и тем не менее, все равно хотят знать. На сегодня пока все. За судьбой своих героев продолжу следить. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин